Триумфальная победа! Наши спортсмены показали отличные результаты на первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу. О том, как северные боксеры показали себя на сборах, расскажет Наталья Дуркина. Нокдаун на втором раунде. Павел Чупров на ринге чувствует себя как рыба в воде. 14-летний боксер в буквальном смысле выбил победу. Я вышел, объявляю, что он занимается 5 лет боксом, а я только 2 занимаюсь года. Ну, я очень испугался, но потом я собрался с мыслями и подумал, я с 5 лет в этом спорте, я 7 лет борьбой занимался уже, и вот я собрался, я же тоже сувачий. И подумал, все, я точно выиграю. И все, так вот, и шел к этой цели, боксировал. Однако победа в финальном бою показалась тренеру соперника незаслуженной. Был подан протест. Награды, которые только что вручили Павлу, отобрали. Мы вышли уже, все, как бы победа наша. Паша там весь радуется, звонит бабушке, маме, там все, весь этот, весь счастливый. И тут поэтому говорят на громкую связь, то есть, что вот верните награды, поступил протест. Я в шоке, я ему Пашу сразу же успокаивает, что говорю, не переживай, все нормально, все этот, победа наша. После пересмотра боя судьи единогласно вынесли вердикт. Победа за Павлом. В этом бою. Рождение решением судьи. Победа держал. Слад победителем. Перед спасением западного федерального округа. В весовой категории до 70 килограмм. Боксер красного блата. Федеральный Павел. Ненецкий автономный округ. В соревнованиях участвовали 128 спортсменов из Республик Карелия, Коми, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Мурманской, Калининградской областей, а также Ненецкого автономного округа. Соперник Константинова-Учискова оказался чуточку проворнее. И боксер занял третье место. Пока у меня было 17 боев и типа 17 побед. Но потом я когда-то приехал, там я провел три боя. И потом у меня уже стало 20 боев и 19 побед. По сравнению с тем, что было в прошлых, в этих соревнованиях я набрался больше опыта, ну, которые сейчас были. Это далеко не первое соревнование за полярных боксеров. Не так давно серебро привез Эльчин Мамедов. Юноша боролся в весовой категории 46 килограмм. Ну, первая она была не очень. У второго она нормальная тогда была. Просто пережал его и не играл. А третьего, ну, опыта не было с высокими работами. Там высокий был и встречал меня. И вот. Так тоже нормальная подготовка у нас была. Мы на две недели уезжали в Черповец, там тренировались. Тренировки проходят в режиме нон-стоп. Ребята не расслабляются. Впереди первенство России. Павел Чупров будет представлять Ненецкий округ. У нас каждый день тренировка, кроме воскресенья. В воскресенье у нас день отдыха. Там баня, что-нибудь такое расслабляющее. А так каждый день, да, тренировки. На сборах же уже будет по две тренировки в день. Сейчас первенство России будет в городе Анапа. В конце месяца, в конце мая. Перед этим планирую вывести Павла на сбор. И еще двух ребят, которые заняли третьи места. Ну и потом покажем на первенство России уже. Надеюсь, какой-то результат. Добавлю, первенство ССФО проходило в Великом Новгороде с 3 по 7 апреля. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.